Всем привет! Чтобы не потеряться, если вдруг YouTube перестанет работать, рекомендуем подписаться на нас в ВК, Телеге или Рутубе. Там мы также публикуем наши ролики. Подписывайтесь, чтобы не потеряться. Сегодня хотелось бы вновь упомянуть такое явление, как комплекс превосходства граждан страны 44. Тот самый, в рамках которого Киев, Стольный Град, Тудолюбие и Ум, главные спутники этого народа, плодородие и благодать этих земель, лучшие в Европе, ну а сама сия земля является несомненной родиной и центром восточноевропейской цивилизации. Впрочем, всем очевидно и понятно, что настоящей восточноевропейской цивилизацией является только русская цивилизация. Отсюда, в среде этих граждан из соседней страны и интеллигенции, возникают споры. Кто-то уверен, что настоящие русские – это граждане страны 44, у которых восточные соседи подло украли их имя, а кто-то считает, что граждане страны 44. И эта страна – название древние, и их носители неизменно являются древнейший народ Европы. Но в одном эти ребята сходятся. По их мнению, Киев и территория так называемой страны определенно являются ядром, сердцем цивилизации. Не будем отрицать, что этому в немалой степени поспособствовали русские историки 19 века, а также западноцентричная и либеральная публицистика. Киев, мать городов русских, Киевская Русь и прочие тезисы и словосочетания твердо убедили этих граждан из соседней страны в том, что территория под Днепру и впрямь является первоисточником России и всего его великого народа. Как тут не загордиться? Впрочем, параллельно бредовыми фантазиями существовала и реальная действительность, в рамках которой памятник тысячелетнюю Руси был открыт в Новгороде. Ведь именно на берегах озер Ильмень и Ладога, по совершенно официальным данным, возникло русское государство. Самое забавное заключается в том, что исторические факты и даже дань уважения им в виде знаменитого памятника не смогли затмить фантастические сказки про днепровских первоисточников. Таким образом, граждане страны 404 свято верят в цивилизационное превосходство своей земли. Ну вы сами, конечно, знаете, что там травка зеленения и солнышко теплее. И из этого же вытекает извечное пренебрежение России, постоянное обзывательство с жителями болот, мокшей, съели наши сало и хлеб и прочее. Ну оно и понятно, куда ж нашему северу до солнечных Киева и Житомира. Но постойте-ка, у настоящего цивилизационного превосходства, кажется, должны быть черты, ведь так? К примеру, хотя бы наличие в прошлом высшего управленческого сословия. Конечно, словосочетание дворянства страны 404, придуманное советскими историками, иногда встречается в книгах. Но, признаемся, звучит весьма забавно и даже смешно. Понятно, что земельная аристократия в тех краях либо была западно-русской, в последующей трансформации в литовскую или польскую, либо, собственно, русской, в зависимости от исторического периода. Разбойники с большой дороги и модными хвостами на головах и бывшие водилы волов на эту роль явно не дотягивают. К тому же, для наличия собственного дворянства необходима маленькая, но очень весомая деталь в виде государственности. И если ее отсутствие не помешало историкам придумать вышеназванное забавное словосочетание из бывших малороссийских крестьян, то у товарищей галичан отсутствие дворянства, как класса, кажется, признается всеми. Ведь на роль представителя высшего сословия там мог претендовать только греко-католический сельский священник. Несомненной чертой цивилизации могла бы послужить архитектура, дворцовые ансамбли, древние монастыри, гражданские сооружения. Но вот незадача. Все архитектурное наследие, то есть на территории так называемой страны 404, стилистически и идейно относятся либо к западной католической цивилизации, либо к русской. Дворцовых ансамблей практически не существует. А откуда им взяться, если на данной земле не существовало собственных аристократий и монархий? А те, что есть, построены повелением русских императоров и русскими архитекторами и мастерами. Монастырские комплексы весьма редки и тоже являются детищем русской православной культуры. К слову, так называемая страна 404 считается центром православия. Но ведь большинство памятников восточного христианства, его сила и мощь сосредоточены в России. Вся центральная Россия, севернее Москвы и север усеяны колоссальными количеством уникальных древних монастырей, храмов и превосходно сохранившихся колоколин. Троицка Сергеева Лавра, Кирилла Белозерский и Соловецкий монастырь. Наследие же в соседней стране можно пальцами пересчитать. Гражданские сооружения, разумеется, к вольным пахарям тоже никакого отношения не имеют. Можно было бы, конечно, еще упомянуть про предпринимательский класс. Но ведь купечество в массе своей на территории Малороссии и Новороссии было русским. Да впрочем, каким бы оно ни было, именно купечество Великороссии, выросшее из русского крестьянства, построило настоящий бизнес империи и достигло невероятных высот на капиталистическом, торговом и промышленном поприще. Но, пожалуй, все перечисленное выше может некоторыми быть подвергнуто сомнению, и даже непременно найдутся те, кто захочет поспорить. Поэтому стоит поговорить о наиболее капитальной цивилизационной черте, оспаривать которую и подменять эфемерными размышлениями и фантазиями невозможно. Мы подразумеваем здесь историю научно-технического развития. Об ученых, их открытиях и достижениях, полетах в космос и небеса мы уже упоминали в свое время. В данном же случае хочется коснуться темы железных дорог. Ведь никто не станет отрицать, что появление и рост этого передового вида транспорта является несомненным признаком развитой цивилизации, а место зарождения и распространения железных дорог можно считать ядром таковой. Итак, где же в Российской империи, в состав которой входила и территория солнечной и древней страны, появились железные дороги. Зародились они, как ни странно, для жителя страны 404 на севере. Ну да, болото, мокши и прочие хихоньки-да-хахоньки. Самой первой в классическом понимании железной дорогой была линия Санкт-Петербург-Павловск, по-другому царско-сельская дорога, открытая для движений в далеком 1837 году. Надо сказать, что это была одна из первых в мире железных дорог. Впрочем, это было только начало, не играющее серьезной транспортной роли. А вот следующий инфраструктурный проект, Николаевская железная дорога, был поистине грандиозным. Двухпутная магистраль, связавшая Санкт-Петербург и Москву, была открыта в 1851 году, и на тот момент в своем классе являлась самой большой в мире. Более того, это было крупнейшее экономическое предприятие Европы. Далее, древняя столица нашего Отечества, Москва, стала распускаться нитями дорог, будто цветок. В 1862 году начала работать Московско-Нижегородская железная дорога, а в 1864 году поезда пошли по Московско-Рязанской магистрали. В 1868 году начали функционировать капитальная линия между Москвой и Курском, пройдя через Тулу и Орел. А в 1870-х поезда пошли из Москвы в Ярославль. Разумеется, это далеко не полный список, да и можно бесконечно долго перечислять железнодорожные стройки России того времени. Но вот на что хотелось бы обратить внимание. Во-первых, хорошо видно, что железные дороги росли с севера на юг. Сверху вниз поступательно спускалась цивилизация. Во-вторых, интересный момент заключается в том, что железные дороги строились из экономических гигантов Санкт-Петербурга и Москвы в направлении других важных хозяйственных, торговых и промышленных центров. И вы правы, среди них не оказалось великого и прекрасного Киева. Дороги связали столицы, были проложены в Нижний Новгород, Тулу, Рязань, Саратов, Орел, Курск, Гярославль, Воронеж. Но никто не спешил связывать Москву и Петербург со стольным Киевом. Думается, это много говорит о его роли. Конечно, мы не будем скрывать, что железная дорога, несмотря на все это, пришла в Киев достаточно рано, в 1860-е годы. Можно вспомнить в данном контексте и великолепный мост через Днепр, что является крупнейшим в Европе. Вот только построена русскими, она пришла туда, а не наоборот. Это была частная дорога Воронеж-Курск-Киев. Она и сейчас существует в неизмененном со времен строительства однопутном тепловозном исполнении, то есть является второстепенной. И вот что интересно, движение между Москвой и Киевом так и осуществлялось окольными путями через Курск вплоть до второй половины 1890-х годов. И лишь в самом конце 19 века было открыто прямое магистральное сообщение через Брянск. А красивый и помпезный вокзал в Москве, ныне известный как Киевский, десятилетиями назывался Брянским. Разумеется, от Курска и Воронежа активно строились дороги на Русский Юг, в которые входили помимо Таганрога и Ростов-на-Дону, Харьков, Кременчуг, Александровск, ныне Запорожье, Одесса, и конечно же Крым. Именно из этого курского корня рождалась железнодорожная сеть незалежной. Таким образом, на примере развитых железных дорог отчетливо видно, где находилась настоящая цивилизация, откуда и куда она распространялась. И еще в нашем блоге на Бусти вышли новые видео о том, к чему нам готовиться, почему противнику удалось устроить нам проблемы в Курской области и почему это нельзя назвать провалом военного руководства, а также зачем стране 404 так нужны самолеты F-16, какой сюрприз их ждет в ближайшее время и какова причина частых сообщений о применении Искандера. Обо всем этом подробно рассказываем в нашем блоге на Бусти. Там нет рекламы, видео появляется в раннем доступе, ничего не тормозит и плюс ко всему есть ролики, которые никогда не появятся в открытом доступе. Ссылка находится в описании под видео или в виде QR-кода на экране. Переходите и подписывайтесь на наш Бусти.